Млава Богу, мы сейчас будем с вами молиться за Украину. Мы пообещали, что каждое воскресенье, когда мы проводим служение, мы будем молиться за Украину. Потому что мы верим, что когда мы молимся, Бог отвечает. Я не раз говорил, что если бы нам Бог хотя бы на минуточку, на мгновение открыл, показал нам физическим глазам, что происходит, когда царь умолится. Вот именно в духовном мире. Что происходит там, на передовой, на нулевой позиции, на первой позиции. Что происходит, когда мы молимся. Что не происходит, а могло произойти, когда люди молятся. Потому что когда мы общаемся с солдатами, мой друг, мой одноклассник, я не раз говорил, он на передовой. Есть наши братья, которые в другой церкви, они на передовой. Сын бабушки Веры, я знаю, Вадим, на передовой. И вы знаете, много раз я слышал такие истории, или мы говорили свидетельства, когда падал снаряд, или просто падала ракета. И либо взрывалась далеко от них, либо взрывалась так, что никто не пострадал. И вот когда это все происходит, то солдаты говорят, за нас кто-то молится. Значит, есть тот, кто нас защищает. Мы, знаете, вот за время всей войны, мы поняли, что нам может помочь только Бог. Знаете, почему я так говорю? Потому что нам уже все помогают. Вот я новости смотрю, я выделяю время новостям. Один священник говорил, что у священника в одной руке должна быть Библия, а в другой газета. Вот на то время там была газета. И я не сторонний, чтобы зависать в интернете, в новостях, но хотя бы смотреть, что происходит. И я точно знаю, что нам почти все помогают. Но так важно, чтобы нам помог Бог. Это важно. Потому что уже и оружие дают, уже и денег дали, и уже много чего дают. Но есть то, что по силу только Богу. Это Бог может, мы читаем на страницах священного писания, это Бог может остановить войну. Вы знаете, как Бог останавливал войну? Он просто приходил в постель царю, или на нашем языке президенту, и говорил, если не остановишься, умрешь. Или наоборот, Бог останавливал жизнь, на Вохло нападал, и тот не мог, естественно, из-за своей смерти, осуществлять свои, может быть, амбициозные планы. И меня часто спрашивают, ну а как молиться за Путина? Чтоб он сдох? Есть и такая кнопочка, чтоб нажать. Знаете, я как священник, я не молюсь. Иисус Христос не молился так. Даже когда Иисус висел на кресте, и его перед этим избили, изранили, оплевали, он попросил воды, ему Уксуса подсунули на рябки, да? И он все равно не похудел этих людей. Это, ну, я не могу. У меня все равно мысли где-то, может, в словах, может, не заругаются, ой, знаете, и гнев появляется. Но мы можем молиться, чтобы Бог остановил Путина. А вот уже когда Бог остановит, это уже ему решать. Поняли? Ну, поймите, мы христиане, я, вот честно скажу, вот, я когда первый раз смотрел новости, у меня улыбки сжимались от злости. Я вообще соскажу. Я и плакал, моя жена не даст соврать. Ну, я вообще вроде бы не слабый человек, но когда я вижу, когда дети убивают, когда стариков убивают, когда женщины насилуют в буче, у меня, знаете, все сжимается. И я так думаю, что если бы на то время я был бы возле врагов с автоматом, наверное, бы я не молился, а в это время бы начал стрелять. Я так думаю за себя. Я не буду вас обманывать. Я не буду вам показывать, какой вид благочестивого проповедника или священника. Но я знаю, что то время, которое я могу пократить на эмоции, я должен их пократить на что? На молитву. Поверь мне, так хочется, ну, честно скажу, нам иногда кажется, что автомат и бомба, или я, которую я запущу, она более эффективнее работает и более реальнее, нежели молитва. Но мы знаем, когда человек молится, когда церковь молится, Бог совершает чудеса, Бог останавливает, Бог, ну, я знаю, и история, когда просто, и это упало, и она не взорвалась. Снаряд упал, не взорвался. Хотели высадиться в одном месте десантники, в кавычках. Подул сильный ветер, даже в новостях показывали, в начале войны. Подул сильный ветер, что прямо с вертолетом отправил в другое место, высадили в другом месте. Балатлеи, в наше время с женой были, недалеко, когда Балатлея освобождали, мы ездили туда, в Харьковскую область, и прямо, когда мы там были, нам рассказывали, что Балатлея освободили. И люди, которые там поближе общаются, они говорят, что, ну, россияне убегали, как перепуганные. Они бежали так, как будто за ними кто-то гонится, в то время, когда еще наши не зашли. И многие неверующие солдаты в то время сказали, ну, это только Бог может сделать. И они потом на видео снимали, вот, понимаете, было вылажено, они бежали, как перепуганные. И я вам скажу честно, меня это ободряет, меня это стимулирует, мотивирует молиться. Мы по-разному молимся, но Бог слышит не только мои уста, Бог слышит и молитву моего сердца. И я говорю, Господи, просто защити нас, останови войну, просто дай силы солдатам нашим, защити, огради, потому что сегодня наших погибло. Ну, по новостям не говорят. Вот, я общаюсь с солдатами, с засушниками, не говорят правду. Ну, нам говорят, с той стороны погибло, но с нашей стороны тоже люди гибнут. И я знаю точно, пока я молюсь, гибнут, но меньше гибнут. Пока я молюсь, Бог слышит мою молитву. И я благодарен Богу за церкви нашей Украины, которая, я знаю, здесь церкви, где каждое утро молитва идет. Каждое утро. Каждый день идет молитва. Люди, знаете, имеют огороды, имеют свои проблемы, работают, но они бегут в церковь на час, а то и на полчаса, чтобы помолиться. Помолиться за мужчин, женщин. И я хотел бы прочитать вот один псалом, не полностью, но хочу нас обогреть. Псалом 2,66, первые два стиха. Я вам советую вот псалмы читать. Псалмы, они помогают строить молитву. Они помогают правильно молиться. Господь свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь крепость жизни моей, кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники, враги мои, чтобы пожрать плоть мою, или чтобы погубить меня, то они сами приткнутся и падут. И третесь их. Если ополчится против меня полк или армия, не убоится сердце мое, если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться на Господа. Аминь. Я понимаю, здесь, здесь, на этом месте намного легче считать, нежели в опе, однозначно. Вот здесь намного легче говорить об этом, нежели в опах, на нулевой или первой точке. Но многие солдаты, они просят нас сделать то, что мы можем. А мы можем молиться. Да, мы отправляем помощь гуманитарную, да, мы помогаем необходимыми вещами для нашей армии, но многие солдаты, они просят нас, пожалуйста, молитесь за нас. Вот Сережу, я спрашиваю, Сережа, что тебе надо? Все есть, мы обеспечены. Нам одно нужно, чтобы вы за нас молились. И я не знаю, как вы молитесь, я не знаю, какая у вас молитва, но Богу нужна молитва от сердца, искренне. Поэтому давайте мы с вами поднимемся и как кто может помолимся. Вот как вы понимаете, можете за мной повторять, можете так, как вы понимаете, но пусть это будет, ну знаете, вот мне один человек говорит, ну а как молиться? И мне такое большое понимание, молись так, как будто вот те люди, которые там, это твои родные люди. Вот так помолись. Вот если тебя просит помолиться, человеку зуб болит, молись так, как будто у тебя зуб болит. Молись так, как будто твой сын или твой отец там, или кто-то из родных на первой. И тогда ты увидишь, твоя молитва, она будет совсем другой, потому что ты помолишь за своего родного, близкого человека. Дорогой, Отец.